Я вас приветствую, дорогие друзья, приветствую всех представителей СМИ. Сегодня я получил первую экскурсию в моем жизни национального уровня. Не уложил в качестве лекарства, в которых я участвовал. В 2014 году я не был экскурсов, в 2016 году я не мог бы быть в качестве лекарства, в 2019 году я не мог бы быть в качестве лекарства. В первую очередь, я хочу поблагодарить все жители, которые мы поддержали. Я хочу поблагодарить всех, которые находятся в Молдове и которые мы поддержали в диаспору. И в целом, в диаспору occidental, и в целом, в Федерация Русская. Аккум, мы видим, что у нас появились шансы, которые уже показывают, что у нас не было 12%, а у нас было около 8%. Это были шансы, как и остальные шансы, которые у них были представлены, что у них были представлены. Я хочу поблагодарить, что мы сегодня, вместе с волонтерами и экипой, мы были представлены более высокие лекарства. Они были представлены около 40 объектов и консистенции в адресе Комиссии Электральной Центральной. Мы были представлены на фото и видео. Мы были представлены, как сходят банки кеш, чтобы купить какие-то лекарства. Мы были представлены, как сходят легально, которые были встангами и остальные. Мы, в частности, мы сезаем, манее, даже в прокуратура центральной, потому что у нас есть граница. Субтитры сделал DimaTorzok Это такая, почему. Я хочу сказать все, что у нас все училие. Я хочу сказать все, что у всех еще училий, если училищ, какие сейчас меняются на всех училиях, которые сейчас сейчас училии в течение всего США. И в событии, и в семье, и вettение Русской, Унице Америки, Израилы, и врачи. Я хочу, чтобы все эти училия, Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Я хочу поблагодарить всех граждан нашей страны, которые проголосовали за меня и в Молдове и за ее пределами. Огромная благодарность всем тем, которые сейчас работают на избирательных участках, как наблюдатели, как волонтеры. Хочу поблагодарить десятки волонтеров, которые сегодня скинули сотни фото и видео с возможными нарушениями, на основании которых мы подали уже более 40 жалоб в Центральную избирательную комиссию. Часть дооформим, передадим завтра. Также завтра обратимся в прокуратуру, потому что у нас есть видеодоказательства, где платились деньги, помимо того, что был организован подвоз граждан слева берега Днестра. Огромное спасибо всем тем, кто сегодня делали все для того, чтобы защитить голоса граждан Молдовы, а значит защитить будущее нашей страны. Я видел некоторые опросы, которые показали, там две конторы, они не соответствуют действительности, так же, как и те опросы, которые были представлены в течение предвыборной кампании, в течение часа-двух. У всех граждан страны будет возможность в этом убедиться. Я вижу, что мне продолжают скидывать села, где мы на первом месте в стране, где поменьше избирательных участков ездят, на втором. Я вижу, что у нас огромный успех сегодня на избирательных участках в Российской Федерации, а также в странах Евросоюза. То, что, судя по тренду, который я вижу, что сегодня я как кандидат президента на втором месте и в диаспоре в Российской Федерации, в странах Евросоюза, говорит о том, что моя основная мечта, с которой я начал свою политическую деятельность в 2014 году, начала реализовываться. Потому что иметь поддержку и быть на втором месте и в диаспоре, и на Востоке, и на Западе, и объединить людей разных национальностей, которые говорят на разных языках, это стоит для меня многого. Мы будем продолжать работу нашего штаба. Я думаю, что сегодня ночью мы еще не раз с вами увидимся онлайн, где я уже выйду с дополнительными деталями. Сейчас для тех, кто онлайн, попытаюсь, может быть, все-таки какие-то конкретные... Так, например, избирательный участок в Одинцово, Московская область. Ренат Усатый 329 голосов, Додон 198. Так, что еще есть готово? Значит, тут ряд сел. Так, Усатый 70% на еще одном избирательном участке в Москве. Я так смотрю, что уголовные дела, которые сфабриковал мне Додон и триалкоголика ССБ, вижу, дают свои серьезные результаты. По-другому это не назовешь. Значит, дорогие друзья, не будем спешить. То, что вы убедитесь еще раз в том, что вам врали этими лживыми всеми опросами в течение всей предвыборной кампании. И те, которые вышли сегодня с телефонными вопросами, они такое ощущение, что тоже упали где-то с космоса. И вы в этом убедитесь. Огромное спасибо. Дальше мы с вами будем продолжать общение в прямом эфире. Я буду работать сегодня в штабе всю ночь. И буду с вами постоянно находиться вот так. Еще что. Так, я не знаю, село Томмештиной, 98 Мусатый, 70 Додон, Виолетта 40, Майя 25. Что-то цифры пошли интересные такие. Или может быть, я понимаю, что это маленькие участки. Там можно на мэра баллотироваться. А? Там можно на мэра баллотироваться. Да я вам скажу, что судя по участкам, я могу уже баллотироваться и на мэра Одинцова. И на улице Паравсоюзной я могу быть префектом Юго-Западного округа, если зато. Значит, в Дануле, Гладянский район, все идеально. И на первых... Так. Так, Кашба номер 3. Вот не могу понять. Это третий участок в Кашбе? Нет, это видно третье место. Значит, Балатина второе место. Ну, что-то эти цифры точно никак не вписываются в те цифры, которые представили две компании, которые представили телефонные опросы. Так. Продолжение следует... 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 моя санду 60 то есть результат два раза больше получается до 1 участок но на этом участке у меня так другой участок значит усатый 328 до дом 197 мая 100 так это у нас получается 50 процентов примерно до значит так вот участок вот пожалуйста еще один участок бельсах 452 всего 238 усатый 140 до дон санду 20 так усатый 280 140 60 но цифры понятны поэтому я считаю что все-таки нужно ждать уже чтобы обработали хотя бы порядка там 20 процентов всех все информации послушайте мой однофамилец его единственное его иногда и по телевизору показывают только из-за того что он мой однофамилец понимать он такой же марсианин как все те которые показывали опросы в предвыборную кампанию показывают сегодня понимать они же марсианинами были у нас бельцы и на местные выборы не говорили бельцы что два раза будет второй тур и будет сюрпризы так далее они просто занимались всегда грязной лживой пропагандой поэтому вот и такой результат и я хочу поблагодарить сейчас отдельно всех бельчан за то что они не верят в сказки не верят в лживое обещание не верят в черный пиар и бельчане по тем даже трем участкам которые вам озвучил показали что бельцы это особенный город и там живут особенные люди сколько бы там их не дурили билбордами сколько бы им там не давали там лживых газет со всякими сочинениями сколько им бы не рассказывали что усатый по секрету подписал унирию еще какой-то бред бельчане молодцы огромное спасибо жителям города которые возглавляют мы вместе одна большая семья и вообще поверьте мне что после сегодняшнего выбора у нас вся страна уже мы заложили сегодня фундамент большой дружной семьи независимости от национальности языка на котором вы говорите ну саутии центру суд-норд куман спошен компания тот улов сфи и бени не ведем айтарзио вам смешно